Дорогие друзья, мы продолжаем уроки Рамбама по книге Мишней Тора Знания и мы продолжаем пятую главу фундаментальных законов Торы. Начнем с первого пункта 5.1. Всему Дому Израиля дана заповесть освящать имя великое. Описано выше, как сказано, и стану я освящен среди сынов Израиля в главе Ваекра. А также следует остерегаться, осквернять имя его, как сказано, и не оскверняйте имени моего святого, так же сказано Ваекра. Как именно? Если язычник будет заставлять еврея нарушить одной заповеди Торы, угрожая убить, пусть нарушит и не погибнет, как сказано о заповеди которые человек будет исполнять и жить ими. Так же в главе Ваекра. И жить ими, но не умрет из-за них. Если умер, не нарушил, то он в ответе задушил свою. Здесь Рамбам подчеркивает, что спасти жизнь, нарушив заповедь, не право, а обязанность. Пункт 5.2. О чем идет речь? Обо всех заповедях, за исключением идолопоклонства, запрещенных половых связей и убийства. Но эти три заповеди, если скажут ему, наружи одну из них, или будешь убит, то пусть погибнет, но не нарушит. О чем идет речь? О случае, когда инородец. Здесь в средняковых еврейских текстах в результате цензурных мешательств слова инородец часто заменено словом язычник. Так вот, при квалифицированном чтении обычно, хотя не всегда, очевидно, какое слово стояло в оригинале. В дальнейшем это разночтение не указывается. Так вот, если когда инородец преследует собственную выгоду, например, заставляет строить себе дом в субботу, или варить ему пищу, или заставляет женщину возлечь с ним и тому подобное, когда же он стремится лишь заставить еврея нарушить заповедь, то если дело происходит не публично и не в присутствии десяти евреев, пусть нарушит и не погибнет. А если заставляет нарушить заповедь в присутствии десяти евреев, пусть погибнет, но не нарушит. Даже если нарушить, нарушить он заставляет одну из остальных заповедей. Имеется в виду одну из остальных, а не из трех вышеуказанных. А тут есть еще такое разограничение, сказано в комментариях, что есть два варианта, когда инородец требует нарушить заповедь. А не по религиозным мотивам и б по религиозным мотивам. И в первом случае, то есть не по религиозным мотивам, он обязан нарушить закон, а не погибнуть. Во втором случае поведение определяется ситуацией. Если дело происходит публично, погибни, но не нарушь. Но если не публично, нарушь, но не гибни. Пункт 5.3. Все сказанное действительно не в час религиозных гонений. В час религиозных гонений, когда царь супостат, такой как на выходные царь, ему подобные, указ дает или издает указ, запрещающий евреям их религию или одну из заповедей, пусть погибнет, но не нарушит. Даже одну из остальных заповедей, неважно, заставляют его делать это в присутствии десяти евреев или только при народцах. То есть в такие моменты, в дни религиозных гонений отменяются предыдущие законы и действует это. 5.4. Если тот, о ком сказано, нарушит и не погибнет, погиб, но не нарушил, он в ответе за свою душу. Если тот, о ком сказано, погибнет, но не нарушит, погиб, но не нарушил, он осветил имя, имя Всевышнего. Если это произошло в присутствии десяти из Израиля, то он публично осветил имя, как Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азария, и как раби Акива, его товарищи. И они зовутся погибшими от рук властей. И они превыше всякого возвышения. И о них сказано, из-за тебя убивают нас, все время считают нас овцами на заклане, сказано в Тагилим, 44-23. И они сказано, соберите преданных мне, то есть Всевышнему, заключивших со мной, то есть с ним союз, на перу жертвенном, сказано в Тагилим, 55. Поясняют комментарии. История Ханани, Мишаэль и Азриэль, описана в книге Даниэля. Будучи детьми, они вместе с Даниэлем были пригнаны в Вавилон из Юдеи и воспитаны при дворе вавилонского царя. Повзрослев, были назначены советниками при царе. Через некоторое время на выходне царь возвел золотую статую, изображающую его самого и потребовал, чтобы на торжественном открытии представители всех народов под страхом смерти поклонились ей. Хананья и его друзья отказались, за что были брошены в раскаленную печь. Но в огне возник ангел и оградил их от пламени, и они вышли из печи невредимыми. На выходне царь, под впечатлением ослочившегося, издал указ, запрещающий возводить хулу на бога Израиля или оказывать ему неуважение. Спасибо за внимание. Замечательной новой недели.